же синок арт слова вот дедушка был не против что ты его рисуешь вы поговорили ну я же вижу что он читает духовную книжку сидит в лотосе причал вокруг суета люди ходят я с йогами не раз общался поэтому я даже не спрашивая сел просто напротив развернул свой скарб начал рисовать он так на меня не очень-то обращал внимание а когда закончил он сам подошел ко мне и сказал что закончил строгановку я спросил в каком году он говорит 75 я говорю так вы короткевича тогда застали ну конечно александр евгеньевич ну в общем мы учились у одного на одном факультете и был один декан хотя я закончил много позже я спросил надолго ли он он сказал что да еще будет дней десять так что я говорю увидимся не никаких координат он сказал что он из сибири упомянул иркутск художественное училище там я сказал что в иркутске скоро еду на альхо ну в общем как-то он говорит я там все обходил вдоль и поперек поскольку я хотел бы еще его пописать образ колоритный то я просто сказал сказал увидимся и значит этому быть я в этом уверен евгения павлова очень интересна точка зрения про дизайн в цвете понятно что надо попадать в тон а дальше вы берете за основу цвет объектов и потом фантазируете можно взять совсем другие цвета без опоры на натуру чисто интуитивной вариации как происходит у вас выбор я люблю писать свет особенно но если это касается пейзажа то когда лучи солнца падают они рожают рождают тени на одном предмете получается собственная тень падающая и еще света световая какая-то полоска и вот световые куски в пейзаже в мотиве они так загадочно могут сформироваться что еще плюс мои фантазии из этого можно создать композицию особое наслаждение доставляет когда ты формируешь из теней сливаешь их воедино и это тоже композиционная какой-то какая-то какая-то конфигурация и вот эти две конфигурации плюс еще там облака или какие-то там я не знаю деревья что-то создают ощущение знаковое ощущение очень приятное что этим можно любоваться потому что все вот глаз петляет гуляет по произведению по картине не может остановиться и это длится годами ты можешь смотреть на такую работу все время наслаждаясь тем что твое внимание оживает ты смотришь на на разные объекты и удивляешься сочетанию вот этих как будто все движется именно поэтому ты все время по-новому смотришь на одну и ту же работу сочетание композиционных масс различных движутся но это неописуемый восторг действительно кто понимает о чем я говорю понимает кто не понимает ну давайте просто смотреть больше на произведений мастеров с тем чтобы почувствовать каждый же видит ту красоту до который дорос гениальная фраза давайте расти вместе вот такой странный евгения павлова ответ на вопрос какой за основу я беру цвет цвет действительно можно брать любой но все близкие до примерный к тому цвету который ты видишь не обязательно брать там если видишь зеленый прям зеленый ты можешь составить какую-то свою гамму и в ней жить взять за основу любой цвет и подстраивать все к нему сергей юрьевич шершнев давно вас смотрю мысли пришла нестандартно в качестве холста использовать геотекстиль плотный материал под акриловый грунт хорошо используйте пожалуйста я совершенно даже не не в курсе что это такое но подразумеваю что акрила можно писать хоть на заборе лишь бы была какая-то поверхность на камни здесь знакомый художник камешки расписывали и продавали по каким-то деньгам за какие-то деньги камешки море кораблик пальма гора все так идем дальше генрих хребет о какой критерии оценки точности тонального отношения ну как какой ну вот рубашка темнее чем там небеса вот и все вы же это видите вот единственное критерий оценки это ну ваш глаз как вы это видите но мы же одинаково все видим что рубашка темнее чем небеса а лицо светлее чем гора вот и все вот тональные отношения проясните для меня момент прояснил я про работы коровина о вижу что художник довольно смело использовал открытый цвет в сочетании с сложным и вот здесь мне непонятно сочетание как не впадать в алиповатость алиповатость очистить можно алиповатость и большими массами нужно оперировать просто большими кусками смотреть да в этой горе там много-много тысячи нюансов но это кусок один был одним практически светом цветом заложить его по отношению к лицу например и если это лицо является смысловым центром важнее чем что-то мы как смотрим мы на важное смотрим вот например сюда смотрят а там-то не очень мы и различаем что там есть значит ключ в том что вы вытаскиваем то что важно наделяя его деталями а то что не важно условно пишем одним цветом чуть-чуть может какими-то там небольшими нюансами но держим этот тон весь куска по отношению даже если здесь к другому куску даже если здесь детали есть вот и вся штука откуда она возьмется алиповатость если вы будете решать это условно условнее чем вот это то что ну важно там руки там ну или что-то может здесь быть кактус например вы его делать алиповато все остальное нет сергей ванов пропастозность как вы относитесь к правилу не прописывать густо темные места например бомбить только светлыми и акценты о по личному опыту тоже начиналось примерно так но потом появился интересы в темнотах получать какие-то какую-то умеренную густоту например красивых недомесов для например красивых недомесов но все равно эта темнота останавливает накидывать туда массу краски вот я только что об этом говорила зачем туда масса вот пусть она будет в протирочку может быть но тон важен тон немного информации меньше информации в тенях пусть будет густой тон и цвет тоже до исходя стона но информации меньше чего туда зачем нам все рассказывать там если мы с вами находимся в этой комнате к чему к чему нам вообще говорить о других следующих мы же здесь например ваша наложенная шпателем имприматура на недавнем видео меня просто прибило всегда так было или вы тоже начинали первые прописи слои жидко или сухо да по-разному может быть и главное чтобы меньше информации то что не важно не наделять информации а пробовать обобщать еще с тем что тоже не важно представляете какая интересная штука ну вот например вот эта штука и гора но не важно же можно это обобщить по количеству информации не доделать что-то намекнуть вообще намек в живописи это величайшее искусство попробуйте в своих картинах от чутно в картине от чего-то отказаться какой смысл все рассказывать вообще какой ну люди общаются вот задушевная беседа но есть же пустоты в этой беседе дыхание взгляд просто любование пространством тишина вот эта тишина важно в каждой картине для меня показать эту тишину в каждой работе на мой взгляд это большая задача которой можно ради которой можно жить вы не забывайте каждое видео снабжать лайками комментариями заходите в мою школу живописи анонс для примера а потом кое-что покажу 33 урок цветение малый формат быстрый этюд задача отразить состояние пасмурного дня когда цвета не кричат когда все спокойно и написать нужно не контрастно тонко среднем тоне он темнее чем море ну вот так его и надо писать задача в этой работе найти максимально простое решение сложного мотива и здесь я покажу простой метод как не ошибаться в тоне посмотрите как это делается я думаю это очень полезный урок и от насмотренности уроков разных задач зависит конечно ваш рост безусловно удачи и еще два слова конечно посмотреть это великое дело но самое главное в том чтобы вы сами пробовали решать эти задачи совсем не нужно прям бросаться к монитору вооружаться красками тут же все повторять нет возьмите простой мотив который выйдя на улице вы сможете решить но решить его максимально просто передавая состояние мотива состояние природы в этот момент а и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok